Здравствуйте, уважаемые жители села и гости нашего муниципального района. Просим выслушать вас в наше обращение к главе администрации Пирюбского муниципального района и начальнику отдела образования администрации Пирюбского муниципального района Саратовской области. От имени родителей и жителей поселка Октябрьский обращаемся. Уважаемый начальник отдела образованием администрации Пирюбского муниципального района. Президент России Владимир Владимирович Путин в 2024 год стране объявил год о семье. Такое решение он принял, чтобы сохранить и защитить традиционные ценности семьи. Год семьи – это важное событие для наших стран. Для России. Россия – семья фундаментных государств. Ваша задача – создать условия для роста и развития наших детей, чтобы была уверенность в завтрашнем дне. Дошкольное образование – это не просто подготовка детей в школе, но и фундамент для всей последующей жизни ребенка. Важность этого этапа в развитии нельзя недооценивать. Он способствует развитию социальных и творческих навыков, формирует основы для успешной учебы и адаптации ребенка в обществе. Ветераны государственным образовательным стандартам рекомендуется распределять детей по группам в соответствии с их возрастом, психологическим и физическим развитиями. Расделение детей на группы по возрастам в детскую саду необходимо. Для одного возраста проще находить общий язык. Принимать друг у друга новые умения, навыки, быстрее развиваться. Глядя на сестников, ребенку легче обучаться и познавать мир. Для каждого возраста разработаны свои обучающие и развивающие занятия. Дошкольники могут усваивать больше информации, если они обучаются в коллективе сверстников, принадлежащих к одной возрастной точке. Расделение детей на группы по возрастам удобно как взрослым, так и самим детям. В связи с этим мы, родители и жители поселка Октябрьский, обращаемся к вам для разъяснения ситуации, касающихся объединения групп в одной. В нашем детском саду возмутительно то, что данное решение было принято без учета мнений родителей-воспитанников, обеспокоенных необходимостью создания безопасности жизни и здоровья собственных детей в государственном воспитательном учреждении. Одна большая группа с детьми от полутора до семи лет – это кошмар. Не только для воспитателей, но и для детей. Дело в том, что при такой разнице в возрасте у детей слишком разные потребности. В такой обстановке сложно организовать учебный процесс, одинаковый график сна и питание, посетив все физические активности и безопасность на прогулку. Воспитатели будут заниматься большую часть времени маленькими детьми, чтобы помочь им в удовлетворении физических потребностей. Оставшие дети останутся без внимания. С данной карьеры в детский сад поселка Октябрьский посещают 25 детей в возрасте от полутора до семи лет. В соответствии с санитарными нормами, утвержденными правительством Российской Федерации, общая площадь и грабы и фискальных мест должна соответствовать требованиям, исходя из расчета на одного воспитанника. До трех лет – два с половиной квадратных метра, от трех до семи лет – не менее двух квадратных метров. В связи с чем, просим вас ответить на вопрос, как планируете разместить детей, если площадь младшей группы, игровая – 36 квадратных метров, спальня – 45, старшая группа – игровая – 48, спальня – 47 квадратных метров. Мы, родители воспитанников, считаем, что это грубое нарушение социальных норм. Почему ни заветующие, ни начальник отдела образования, абсолютно никто не встретился с родителями и не объяснил целесообразность данного объединения? Почему до сих пор не дано образумительного ответа от официальных организаций, куда родители обращались за разъяснением данной ситуации? Учредитель администрации Пирюкского муниципального района, начальник управления образованием Пирюкского муниципального района, мы к вам обращались с данными вопросами. В телеграм-канале Саратовской области формальные отписки администрации Пирюкского муниципального района не соответствуют действительности. Обращаем ваше внимание на то, что в случае возникновения тропирующих ситуаций в разной высотной группе не исключены обращения родителями, с исключением прокуратуры и судебной инстанции. Судиться мы будем не с воспитателем, не с заведующей, которой вы создаете такие условия труда, а конкретно с учредителем и начальником образования Пирюкского муниципального района. Мы, родители, требуем, чтобы вы отменили данное недопустимое решение и занялись своими прямыми обязанностями, а именно обеспечили создание комфортных, а главное безопасных условий для посещения и нахождения наших детей в детском саду, в стенах детского сада. Сейчас много делается для привлечения молодежи для работы на селе, а подобные действия и объединения групп мы считаем купительным не только для школьного учреждения, но и для всего поселка в целом. Так как некоторые родители перестанут водить детей в смешанную группу. В результате детей, кажется, меньше. А дальше что? Вы закроете детский сад? Совсем не будет детского сада. У матерей не будет возможности выйти на работу, и как следствие молодые семьи уедут в поселках. Будут в том, что более перспективны в смысле условий труда и жизни хозяйства. Примеров таких закрытий по нашему району множество, где закрыты школы, детские сады, клубы, библиотеки. В поселках остались одни старики. Мы хотим, чтобы наш поселок процветал, чтобы молодежь возвращалась сюда после окончания учебного соведения. И для них и их будущих детей были столкнуты все условия для проживания. На основании приказа управления образованием администрации Перелюбского муниципального района Саратовской области Перелюбского муниципального района Саратовской области